Здравствуйте! Как всегда в это время с основными событиями недели в итоговой субботней программе. Знакомлю вас я, Артём Колесников. Смотрите в ближайшем часе. День России. Молодой, но важный праздник. Отметили в Лыткарине. Покажем, как гулял весь город. У ребёнка видение России. Это семья, дом. На главной сцене Дворца культуры поздравили с профессиональным праздником медиков. Хочу поблагодарить всех присутствующих за работу, за ваш патриотизм. Всем желаю здоровья, замечательного настроения, удачи и успехов. С праздником! Крупнейшее предприятие по производству комплексных пищевых добавок открыли в Лыткарине. Компания работает стабильно, развивается уверенно и чувствует поддержку на всех уровнях власти. День памяти светлейшего князя Александра Ивановича Чернышова в парке городского музея. С приходом новых времён мы стали уделять внимание нашей истории. А также в ближайший час вас ждут другие новости культуры, политики, образования и спорта. 12 июня по всей стране прошли масштабные гуляния в честь самого молодого государственного праздника Дня России. В Лыткарине не исключение. Весь день по всему городу проходили творческие и спортивные мероприятия. Подробнее в нашем специальном репортаже. Пожалуй, для каждого россиянина день своей страны – главный праздник. Вот уже 26 лет с большим размахом и широкой русской душой отмечают День России. От Алтая до Калининграда, от Северных морей до Черноморского побережья Крыма. Повсюду гуляния, концерты и спортивные состязания. Уже с самого утра в Лыткарине началась череда мероприятий. На территории спорткомплекса арена Лыткарина прошёл конкурс детских рисунков на асфальте «Я люблю Россию». Началось мероприятие традиционно с гимна Российской Федерации. Маленькие жители города вместе с родителями изображали на асфальте символы государства, памятные места, родных и русскую природу, такую необъятную, но всё же попытавшуюся вместиться в небольшой детский рисунок. На этом рисунке я изобразила, что надо больше сохранить природу, цветы и разные другие местности, потому что без природы не будет и человечества. Юная участница конкурса – шестилетняя Милана Маринина. На небольшом кусочке земли нарисовала самое дорогое, что у неё есть, и это семья. У ребёнка видение России – это семья, дом, тепло, уют и всё в этом. Счастье! Счастье! Порядка 50 рисунков оставили ребята на территорию спорткомплекса. Всех маленьких участников ждали сладкие сюрпризы. Победителей наградили сертификатами на бесплатное посещение спортивных секций. В рамках празднования Дня России на стадионе пятой школы тоже было шумно. На футбольное поле вышли четыре команды спортивной школы города, чтобы определить сильнейших в ежегодном турнире «Наши надежды». Название кубка говорит само за себя. В нём участвуют ребята, которые только начинают свою спортивную карьеру. Именно побеждая на таких турнирах, формируется уверенность в игре и желание добиваться более высоких результатов. Проводим это в основном в младших группах, то есть младшие возраста, чтобы им было поинтереснее между собой поиграть. Турнир называется «Наши надежды». Проводим для того, чтобы посмотреть, смогут ли наши спортсмены достойно показывать свою игру на региональных соревнованиях и муниципальных в том числе. Ребята боролись в каждом матче и показывали уверенную игру. Победители были награждены медалями, также отметили лучших игроков в каждой команде. В это самое время на стадионе «Полёт» в рамках областного первенства наша юношеская команда принимала гостей из Фрязина. Поболеть за ребят пришёл глава города Евгений Серёгин. По итогу двух игр наши спортсмены одержали уверенные победы. Юноши 2003-2004 годов рождения забили два безответных мяча, а юноши 2001-2002 годов разгромили гостей со счётом 4-0. После футбольного турнира прошла эстафета «Папа, мама, я. Спортивная семья». 16 команд сражались за звание самой сильной и быстрой семьи. В команде по три человека каждая семья должна была пройти шесть различных испытаний на время. И даже начавшийся дождик не испортил соревновательный дух участников. Дождь, ну, он нам не помешал пройти все эти конкурсы, было весело. Побегали, повеселились, посмотрели, как другие ребята выступают, как участвуют, как все достаточно спортивные и интересные. Вспомнили своё детство, когда также с родителями в «Кристалле» участвовали в подобной эстафете. Очень здорово, сплочает, болели друг за друга. Нам понравилось. После спортивной эстафеты все семьи были отмечены грамотами, а победители наградились сертификатами на приобретение спортивных товаров. Заключительным аккордом празднования Дня России стал торжественный концерт. На сцене «Декамир» для латкаринцев выступили творческие коллективы города. «Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена». Я вот с удовольствием смотрела. Вот просто они мне очень понравились, молодцы. В мероприятиях в честь Дня России приняли участие порядка тысяч латкаринцев. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». На минувшей неделе подмосковная «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева к кандидатам на пост губернатора Московской области. На предварительном голосовании в ходе внеочередной партконференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» подавляющее число делегатов проголосовало за действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева. Внеочередная конференция утвердила этот результат. Теперь Воробьев является кандидатом на пост губернатора Подмосковья от партии «Единая Россия». 8 июня в Латкарине открылось крупнейшее в России и Европе предприятие по производству комплексных пищевых добавок. На открытие приехали депутаты Госдумы, власти Подмосковья и представители администрации муниципалитета. Подробнее в сюжете Яна Ромашкиной. Для работников латкаринского мясоперерабатывающего комбината открытие нового завода – настоящий праздник. Порядка пяти лет и более 400 миллионов рублей понадобилось для строительства нового предприятия. Здесь четыре этажа, которые оснащены самой современной техникой ведущих мировых фирм. На первом этаже располагается сырьевой участок, второй уровень – склад готовой продукции. На третьем этаже – фасовка продукта, ну а взвешивание и смешивание ингредиентов проходит на четвертом этаже. После производства продукт проходит последнюю проверку. После производства готовой продукции лаборатория берет образцы, пробуя и проверяет на своем оборудовании на соответствии с заданным параметрам. Значит, пока лаборатория не даст добро на отгрузку товара, оно находится у нас на территории. Новое предприятие обеспечит российские мясокомбинаты пищевыми добавками, приправами и специями для улучшения параметров мясных и колбасных изделий. Также на заводе будут производиться вкусоароматические смеси для молочной продукции, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Сами смеси изготавливаются исключительно на территории нового завода. Ингредиент поставляются со всего мира. Все сырье, входящее, проходит входной контроль, исследуется полностью в лаборатории на очень много показателей. И мы обеспечиваем полную безопасность выпускаемой продукции. 29 тонн в сутки готовых комплексных пищевых добавок – это цифра, по заверению руководителей, единственная на территории Евразийского Союза. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей от зарубежных пищевых добавок. Также предприятие создаст свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья. Компания работает стабильно, развивается уверенно и чувствует поддержку на всех уровнях власти, потому что вкладывает новые и новые денежные средства создания новых рабочих мест. А сегодня это очень важно для нас, для того, чтобы наши люди жили в комфортных условиях и работали рядом с тем местом, где они постоянно находятся. Также в рамках открытия глава города Латкарин Евгений Серегин наградил знаком отличия генерального директора Латкаринского мясоперерабатывающего завода Михаила Горбункова. Удачи, успехов, развивайтесь, а администрация будет вас поддерживать. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». Завтра, 17 июня, в России отмечается День медицинского работника. Прямо сейчас в эфире телеканала поздравления и пожелания людям, от которых зависит наше здоровье. Ежегодно в 3 воскресенье июня в России по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Это день своего рода благодарность тем людям, которые спасают и поддерживают нашу жизнь. Профессия медика – одна из старейших и важнейших в мире. Труд медработников – это высокое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно сохраняет величайшие ценности, дарованные человеку – жизнь и здоровье. День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала. Ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Особенность этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его на рабочем месте рядом с пациентами. Медицинская помощь населению города оказывается двумя государственными учреждениями. В Латкаринскую городскую больницу входит стационар с круглосуточным пребыванием на 256 коек и дневным пребыванием на 120 коек. И амбулаторно-поликлинические учреждения на 650 посещений в смену до поликлиника номер 1 и 2, детская поликлиника, женская консультация, офис врача общей практики. Функционирует отделение скорой медицинской помощи. Общее количество вызовов составило порядка 15 тысяч в 2017 году. Ежедневно порядка 100 человек посещают государственное бюджетное учреждение здравоохранения Латкаринская стоматологическая поликлиника. В 2017 году прошли капитальные работы по ремонту двух ключевых объектов здравоохранения – второй поликлиники и детской. Всего на капремонт было выделено 35 миллионов рублей из областного бюджета. В первую очередь здесь произвели замену сантехнического оборудования, провели новую электрику и сделали косметический ремонт. Также в детской поликлинике проведен капитальный ремонт кровли и расширена входная группа. Колясочная теперь стала теплой. Новую облику и у второй поликлиники здесь также обновили все инженерные системы, а кроме того осуществили монтаж утепленного вентилируемого фасада. Проведены работы по созданию доступной среды для маломобильных групп населения. По просьбам врачей проведены перепланировки кабинетов, проведен ряд расширений рабочих пространств. Большая работа идет по привлечению новых кадров. В качестве мер социальной поддержки медицинским работникам предоставляются субсидии на компенсацию найма жилых помещений. В прошлом году она предоставлена 17 медицинским сотрудникам. Три врача получили свидетельство о праве на получение жилищных субсидий. Кроме того, медработникам предоставляется служебное жилье. Так, в 2017 году было предоставлено три квартиры врачам и одна среднему медперсоналу, а также одна комната врачу и одна среднему медперсоналу. Для привлечения молодых специалистов выдано три целевых направления в медицинские вузы выпускникам школ. Во всех плеклиниках внедрена электронная медицинская регистратура. Запись на прием теперь возможна через инфомат, интернет или кал-центр. Внедрена электронная медицинская карта, что позволит врачам экономить время на оформлении бумаг и больше уделять внимание пациентам. В самые сложные моменты жизни мы находим помощь у вас, врачей и фельдшеров, медсестер, санитаров и лаборантов. В каждом отделении городской больницы есть свои достижения и поводы для гордости. Ежедневно люди в белых халатах совершенствуют свои знания и навыки, развиваются и идут в ногу самой современной медициной. Вы самых первых секунд зарождения жизни рядом с нами. На ваших плечах лежит груз ответственности ценой в человеческую жизнь. Дорогие медицинские работники, в этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам. Пусть ваши семьи в этот праздник увидят нашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг. С праздником! С Днем Медицинского Работника! 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 Приношу свои искренние поздравления вас с наступающим праздником и благодарю вас за тот действительно героический труд, направленный на поддержание, укрепление здоровья жителей города Латкарина. Ответное слово от лица всех медиков. Важные слова поздравления от главного врача города Андрея Береснева. Позвольте мне еще раз поблагодарить всех за ваш самоотверженный труд. Пожелать всем присутствующим коллегам здоровья вам, здоровья вашим семьям, удачи в работе. С Днем Медицинского Работника! В этот день со сцены звучали только самые теплые и искренние слова благодарности. С красочным акробатическим номером выступил Олег Бакланов со своей студией Проформ. Финальный аккорд выступления профессиональных артистов эстрады, участницы телевизионного конкурса «Голос» Ангелина Сергеева и вокальный коллектив «Друзья». Пусть развлекаются мечты, любви небесной красоты, от всей души мы вам желаем, и сердце вам не открываем. Пусть у вас есть счастья и добра! Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откари». В начале лета традиционно коммунальщики высаживают цветы на городских клумбах. Всего в этом году было высажено более 100 тысяч однолетников. Цветы появились около здания МФЦ, городского суда, на бульваре Крупенина, около Красных Ворот и Дворца Культуры Мир. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» С 2012 года в нашем городе зародилась традиция в начале июня отмечать День памяти светлейшего князя Александра Ивановича Чернышева. На памятном мероприятии побывал наш корреспондент Максим Морозов. С каждым годом эта акция привлекает все больше внимания лыдкаренцев. Красивейший парк и памятник князю появились на территории музея 6 лет назад. С тех пор дань памяти Александру Ивановичу – важное событие. Отмечаем День памяти одного из самых первых и удачливых русских военных разведчиков, героя Отечественной войны 1812 года, видного русского государственного и военного деятеля XIX века, светлейшего князя Александра Ивановича Чернышева. Перечистить все заслуги князя просто невозможно. Его успешная работа на политическом и военном поприще была широко известна во времена правления трех императоров. Но в советское время со смены идеологии померкло и его имя. И только сейчас, спустя десятилетия, память о его подвигах вновь разносится во все стороны. С приходом новых времен мы стали уделять внимание нашей истории. Это только первый шаг для того, чтобы в дальнейшем не повторять тех ошибок, которые были. И то, что вот Евгений Викторович Серегин, будучи главой, может быть, один из первых почувствовал необходимость этой деятельности. Вот по его инициативе, его стараниями, можно сказать, его вообще работой создан вот тот памятник, который мы сегодня все вместе видим, у которого мы собрались, чтобы почтить память великого российского деятеля. На памятные мероприятия прошли представители администрации, школьники, общественные деятели и неравнодушные горожане. С приветственным словом выступила первый заместитель главы Латкарина Людмила Иванова. Сегодня для нашего города это такое знаковое событие. С именем Чернышева связана вся жизнь города. И когда мы рассказываем о Латкарина, мы всегда с гордостью говорим. Это там, где жил, где находилось поместье великого полководца Чернышева. Обратился к собравшимся и благочину Либерского церковного округа священник Вячеслав Новок. Завершилось мероприятие поминальным богослужением и церемонией выложения цветов. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Ткари». Традиционно после окончания учебного года школы города открывают летние лагеря и принимают к себе детей в возрасте от 7 до 9 лет на дневное пребывание. Помимо проживания в школе для ребят подготовлена большая развлекательная программа. В библиотеках и домах культуры проходят кинопоказы, познавательные и спортивные игры, разнообразные мастер-классы. А в доме детского творчества помимо веселой эстафеты для ребят подготовили настоящую детскую дискотеку. Перед тем, как открыть лагеря, администрация города совместно с представителями общественной палаты, ГОЧС и комиссии по делам несовершеннолетних проверили готовность образовательных учреждений к первой смене. Вот так выглядят спальные комнаты, где дети будут проводить свой тихий час. В классы поставили раскладушки, которые закупают заранее образовательные учреждения. Постельное белье приносят сами родители. Каждый кабинет поделен на мальчиков и девочек. Всего в одной школе на дневное пребывание примут порядка 50 детей. Детский лагерь у нас будет состоится в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 образовательных учреждениях. Восьмая школа – это школа детей СОЗ, поэтому лагеря там не предусмотрено под законодательством. Смена в лагерях всего одна, которая продлится с 4 по 24 июня. Работать она будет по будням с 8.30 до 16.30. Ребят ждут всевозможные кружки, экскурсии и спортивные игры. Мы с ребятами не только в школе проводим время, но также и посещаем Латкаринский музей, киносеансы в ДК, Центр молодежи. Ходим на спектакли ДК «Мир», ДК «Лочь». И у нас очень много занятий в школе. Это творческая мастерская, руководитель у нас Валентина Михайловна Ланцова и спортивные кружки. В ходе проверки комиссия оценила состояние медпунктов, наличие огнетушителей и запасного выхода. Также проверили территорию, прилегающую к учреждениям, и одно из самых важных мест – это столовая. Детей будут кормить три раза в день. По словам комиссии, все школы отвечают основным нормам и требованиям. По итогам сегодняшней проверки все школы города готовы к детским дневным лагерям, поэтому ждем наших детей на летнюю смену. В этом году стоимость путевки в детские лагеря составляет 5400. Родители платят всего 900 рублей. Все остальное оплачивается из областного и муниципального бюджетов. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Лыдкари». 8 июня в рамках Дня защиты детей в Лыдкарине прошли массовые мероприятия, посвященные маленьким жителям города. На праздники побывала съемочная группа телеканала. Международный день защиты детей празднуется в России с 1950 года. В этот день по всему миру проходят различные акции и мероприятия в поддержку подрастающего поколения. В Лыдкарине студенты городского колледжа и активисты из младежного парламента провели свой праздник «Да здравствует детство». Для детей были организованы интересные мастер-классы, спортивные игры, флеш-мобы и яркий концерт. 1 июня, День защиты детей, в нашем колледже уже проходит несколько лет. Нам с ребятами пришла такая идея позвать наших соседей. Это детский садик «Колокольчик» и учащихся школы номер 3. Также мы пригласили детей из семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию. Следуя хорошим традициям, на территории колледжа студенты провели конкурс детских рисунков. Как и десятки лет назад, малыши рисуют на асфальте солнце, мирное небо, маму и папу. Ну и, конечно же, поздравления. Девчонки, расскажите, что рисуете? Мы рисуем открытку для Дня защиты детей. А что у вас здесь сегодня изображено? Шарики, мы еще будем много чего рисовать. Кому подарите? Всем детям, чтобы они увидели это. К мероприятию также присоединились волонтерское движение «Сосдетки», комиссия по делам несовершеннолетних, воспитанники спорткомплекса «Самбист», представители администрации и общественной палаты. В этот праздник мы хотели бы поздравить наших детей, пожелать им крепкого здоровья, пожелать им слушаться и уважать взрослых, ценить дружбу. Это очень важно, чтобы не стеснялись своих мечтаний, чтобы шли к своей цели, чтобы добивались результатов. На протяжении двух часов ребята играли, творили и смотрели творческие номера, подготовленные старшекурсниками. Завершился праздник дружным чаепитием со сладкими угощениями. После праздника в Центральном парке на Летней эстраде прошел красочный концерт, организованный администрацией. Для детей и родителей выступили лучшие коллективы города с творческими номерами. Также на территории парка ребята могли поучаствовать в мультипликационных мастер-классах. Мы для своих детей в городе делаем очень много. У нас построены три детских садика, сейчас мы проектируем школы. То есть население детское возрастает, каждый год у нас в школы плюс 200 детей приходят, поэтому население растет, это очень отрадно. После выступления творческих коллективов города на праздники выступили артисты из циркового шоу. По словам организаторов, дети всегда очень любят такие мероприятия. А когда счастлив ребенок, счастливы и их родители. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал Эткари. На этом праздник не закончился. Спустя несколько дней на ротонде состоялся фестиваль «Лето моей мечты». Расскажет Максим Морозов. Детские песни, энергичные танцы, веселье до упаду. Ежегодный праздник от компании «Велком» ребята всегда ждут с особым желанием. Ах, какая красота, три китури, три кита. Синемое океане, дружба горяча. Друг за другом и спиной, знает это шасси в ноги. Рики-тури, три кита, три товарища. Партнерами праздника стали телеканал «В гостях у сказки» и Центр иностранных языков ЕС. Творческие номера подготовили воспитанники домов культуры. На ротонде можно было не только посмотреть концерт, но и поучаствовать в различных мастер-классах и поиграть с аниматорами команды «Марсик Шоу». Для каждой возрастной группы была продумана своя программа. На этом сюрпризы не закончились. Вдоль наигравшись, ребятам подарили разноцветные мелкие мыльные пузыри. Белая ротонда в миг превратилась в разноцветную. В конце праздника состоялось награждение победителю конкурса детского рисунка «Лето моей мечты». В этом году ребята выставили десятки работ, которые оценивали пользователи интернета. Победители и призеры были награждены ценными подарками. Вы молодцы, вы замечательные, вы талантливые, вы решительные, потому что победителем сегодняшнего конкурса на самом деле является каждый участник. По словам организаторов, конкурс рисунка повторится вновь ровно через год. Так что смело можно запасаться красками и начинать творить. Максим Морозов, Семен Жданко, телеканал «Откари». Здесь же, в Центральном парке города, состоялся фестиваль скандинавской ходьбы. Именно этим видом спорта можно заниматься всем, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Оздоровительная методика, которую придумали финские лыжники, покорила весь мир. Перед стартом небольшая разминка, повороты и наклоны, а затем в путь. Фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем вместе» прошел впервые в городе Лыдкарина с возрастной категорией 60+. Очень благотворно влияет на суставы, на здоровье, эмоционально, конечно, это поднимает настроение. Ходить можно в любое время, зимой, летом, весной, осенью, в любое время дня. То есть это все для здоровья, без лекарств. Спортивная форма не обязательно. Главное – специальные палки, желания и техника, которая, как и в любом другом виде спорта, очень важна. Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели инструкторы Наталья Шляпникова и Галина Чудаева. Нужно все делать правильно. Тогда будет польза для организма. Поэтому мы сейчас с вами этим и займемся. Самая старшая участница фестиваля Тамара Дюжева впервые занялась скандинавской ходьбой и признается, что такой вид спорта тем и хорош, что не требует огромных усилий. Вы знаете, я хочу сказать, я всем говорю, что мне только 38 лет. На самом деле мне 83. Мне абсолютно несложно. Мне, ну, вы знаете, потому что надо, потому что очень много болячек, которые надо лечить, а лечить только ходьбой. Фестиваль создан по инициативе общественной палаты, школы Олимпийского резерва, Дворца культуры мир и общества инвалидов. Порядка 40 человек приняли участие в спортивной прогулке. По словам организаторов, фестиваль планируют сделать регулярным мероприятием. Как сегодня выглядит отклик, вот пришедшие сюда, просят проводить, ну, чуть не каждый раз в неделю. Постараемся, мы постараемся. Ну, а после спортивного фестиваля участников угостили горячим чаем, а также поздравили имениницу Татьяну Попову и в подарок вручили скандинавские палочки. Здесь полняется 18 лет. Мы вас поздравляем, вручаем вам от всей души. Не ожидали, что такой подарок вам сегодня преподнесут? Не ожидала, не ожидала. Я веду активный образ жизни и призываю всех пенсионеров не давить дивана, выходить на улицу, в парк, в лес. Такой вид спорта, как скандинавская ходьба, полезен всем без исключения в любое время года. Яна Ромашкина, Александр Тестов, телеканал «Эткари». 19 мая детская музыкальная школа приглашает всех горожан на День открытых дверей. Объявляется набор учащихся по следующим специальностям. Фортепиано, скрипка, флейта, сексофон, труба, тромбон, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, вокал, хоровое пение. Прием документов осуществляется в здании образовательного учреждения с 10 мая по 10 июня. По будням с 10 до 13.00 и с 14 до 19.00 часов вечера. Справки по телефону 8-495-552-3345. 8-495-552-3345. 8 мая в детской музыкальной школе состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Начало в 16.00. А 23 мая в 17.00 состоится выпускной вечер учащихся образовательного учреждения. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финнского у меня квартира от компании Юйдь. В ДК «Центр молодежи» прошло закрытие областного фестиваля «Творчество профессии-2018». В рамках мероприятия школьники и студенты в Доме культуры попробовали свои силы в технических профессиях. Подробнее в нашем сюжете. Фестиваль «Творчество профессии-2018» проходит в городе Латкарина второй раз. По словам организаторов, цели и задачи подобных конкурсов в помощи подрастающему поколению определиться с будущей профессией. Мы знаем с вами, что затруднения с трудом, которым должны прививаться компетенции и навыки основных хотя бы функций трудовых, в школе сейчас этим сложно. И поэтому наша задача сейчас как бы дать ребятам попробовать себя, ну, по самой малости в профессии, для того, чтобы они определили. Для того, чтобы помочь юным участникам на базе ДК Центра молодежи расположились мастер-классы по техническим направлениям. Здесь ребята пробуют создавать детали из композитных материалов, учатся попадать точно в цель, а также узнают, как работает робототехника и электромонтажные материалы. Мы представляем профессию электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и еще одну специальность – техник-электрик. Профессия востребована во всех отраслях промышленности, также и в быту, коммунальные хозяйства и так далее. Поэтому с удовольствием и ждем, и с удовольствием дадим данные специальности, обучим хорошей профессии ребятишек. Задумываться о будущей профессии начинают со школьной скамьи. Теперь подрастающему поколению эти профессии можно еще и опробовать. Подобные фестивали очень удобны и для самих участников. Все очень интересно. Я узнал о многих профессиях, о которых я задумывался и, возможно, на какую из них я буду учиться. В фестивале приняли участие порядка 350 учащихся из разных регионов России. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Эткари». Несколько отборочных этапов – сдача портфолио, оценка учебной деятельности и внеклассной работы. Все это городской конкурс «Ученик года», финал которого состоялся традиционно в стенах Дома детского творчества. «Я мечтаю о…» – именно так звучала тема финального этапа городского конкурса «Ученик года». Шести конкурсантам предстояло побороться за звание самого эрудированного старшеклассника. Только не грусти, помечтай сейчас. Но, как известно, один в поле не воин, и именно в творческом конкурсе важно показать коммуникабельность и слаженную работу в команде. Болеем за участника нашей школы – это Ситникова Диана. Мы участвовали в сценке, всеми силами пытались поддержать ее. Почему именно она должна выиграть? Потому что она такая разносторонняя, она очень хорошо общается с каждым из нас. И из-за этого мы ее очень сильно любим и поддерживаем. Каждое выступление было по-своему уникально. На сцене ребята показали все свои таланты и способности. И несмотря на возраст, они философствовали о жизни и, конечно же, мечтах. «Я мечтаю, я даже не знаю, как об этом сказать. Но что ты любишь больше всего? Больше всего я люблю рисовать сказки». «Тогда попробуй нарисовать свою мечту. Всегда нужно делать то, что больше всего любишь». В этом году большинство финалистов – девушки. А если быть точнее, сильную половину человечества представлял только один Николай, ученик седьмой гимназии. Впрочем, это его ничуть не смутило. В конкуренции, ну, наверное, это в каком-то смысле и сложно, в каком-то смысле и плюс, потому что запоминаешься, наверное, немного больше. Награда призером и победителю вручила первый заместитель главы города Людмила Иванова, который отметил уникальность данного конкурса. Ведь он проходит уже в 15-й раз. «Сегодня на сцене такие замечательные, красивые наши конкурсанты. Они все очень талантливы. Глубокий смысл в их выступлениях, он чувствуется. То есть представлено не просто выступление, раскрытие себя как личности, а уже такая идет самооценка. Это очень важно. Хотя они еще десятиклассники, у них еще все впереди, но они уже показали то, к чему они хотят стремиться». В третий раз подряд победа достается гимназии номер 4. В этом году лучшим учеником года была признана Анастасия Герасимова. «Как думаешь, почему все-таки одержала победу?» «Благодаря помощи родителям, поддержке учителей, поддержке одноклассников. У меня очень хорошая команда была из одноклассников, с которыми мы сценку вместе готовили. Главная идея, что не нужно как-то чужие мечты воплотить в жизнь, нужно все-таки слушать свое сердце и следовать по своему собственному пути». Все финалисты были отмечены грамотами главы города и подарками. Максим Морозов, Алексей Устинов, Телеканал «Крим». В четвертой гимназии прошел заключительный этап конкурса по проектной деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений. На протяжении нескольких месяцев школьники готовили собственные проекты. На этапе отбора комиссия определила трех победителей. Об итогах и победителях в следующем материале. «Любой школьник может разработать собственный проект. Специально для этого вот уже пятый год проходит конкурс, где ребята сами познают учебную, исследовательскую и творческую деятельность. В такого рода состязании приняли участие порядка 50 школьников 6-10 классов». «Самое главное, чтобы эти проекты были внедрены в жизнь. То есть в процессе работы и подготовкой над проектами наши ученики учатся и собирать материал, и анализировать, и правильно его презентовать перед публикой». Участники могли выбрать любую представленную в положении конкурса секцию – социальную, секцию естественных наук или математическую. Под руководством педагогов ребята проводили собственные исследования, изучали материал будущего проекта на протяжении нескольких месяцев. На суд комиссии было представлено 23 работы. «Проекты проверяет экспертная комиссия. Это педагоги всех образовательных учреждений. Они оценивают каждый проект в соответствии с положением о проектной деятельности. Заочная экспертиза – это читается текст проекта. Анализируется, насколько он авторский. А потом заслушивают детей, насколько они за определенный промежуток времени, не более 10 минут, могут правильно презентовать». Елизавета Ткач впервые участвовала в конкурсе. Ее работа на тему интеллекта и проблемы его влияния на самореализацию личности стала лучшей в секции социальных дисциплин. По словам десятиклассницы, самое сложное – угодить своему научному руководителю. «Педагог является такой главной опорой. Ты ему приносишь свои готовые работы. Он говорит, что все ужасно. Переделывай, пожалуйста. Ты это переделываешь. Всегда, все время переделывай, что ты приносишь потом ему. Но, естественно, это большая опора и поддержка для меня. Вот мой педагог». Победителями в других секциях стали Карина Турчикенова и Елизавета Макови с проектом «Карманы-справочник особо охраняемых природных территорий Москвы и Подмосковья». В математической секции первое место заняли Снежана Терещенко и Анастасия Сливкова с работой «Способ решения квадратных уравнений». Поздравляет наших школьников и желает дальнейших побед. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Откари». Вот уже более десяти лет в конце каждого учебного года школьники отправляются в лес. С собой вместо шашлыка и мангалов они берут автоматы, противогазы и гранаты. Для чего и почему, расскажет Максим Морозов. Традиционно в мае школьники выявляют сильнейших в соревнованиях школы безопасности. Ребята метают гранаты, стреляют из винтовки, оказывают первую медицинскую помощь и демонстрируют свои физические способности. Подобные соревнования проходят в лесопарковой зоне отдыха «Волкуши» ежегодно уже более десяти лет. По словам заместителя главы по вопросам территориальной безопасности Константина Юшковского, это не только отличная возможность проверить свои силы, но и стартовая площадка для дальнейших развития и поступления на службу. Силовой блок или же МЧС. Это основная задача и основная цель мероприятия – подготовить наших школьников к действиям в неожиданной, нестандартной ситуации. Многие, кто принимали участие в этих соревнованиях ранее, уже сейчас не в игре, а в жизни, спасают жизни, служат в Министерстве чрезвычайной ситуации, являются членами аварийно-спасательных бригад. Спасение жизни – это самое благое дело. Как признаются сами школьники, секрет успеха в регулярных тренировках. Только опыт и спокойствие – залог хорошего результата. Хочешь тренироваться, как-то иметь выдержку, терпеть, целиться толк. Долго тренировался? С детства, с первого класса прям старался. Дом винтовка своя есть. Прежде всего, эти соревнования являются командными. Финальный этап – легкатлетический кросс на тысячу метров. Его суть в том, что время замеряют не по первому, а по последнему участнику. Бежали мы так, все помогаем друг другу и не оставляем задних. Все ли получилось? Я думаю, что все получилось прекрасно. Ребята бежали даже за ручку, помогали друг другу. Так что все прошло на высшем уровне. Помимо физической подготовки, ученики показали свои творческие навыки. Каждая команда подготовила тематическую стенгазету. В конце соревнований – церемония награждения. Второй год подряд победу одерживают ребята из пятой школы. Готовились мы довольно долго. Мы ходили после уроков, не прогуливали. Занимались сборкой-разборкой. То есть физическая нагрузка у нас была. Ну, а секрет в том, чтобы хорошо готовиться. То есть, ну, и была цель. Когда ты ставишь перед собой, то всегда ее можешь достичь. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Латкарина. Выпускной вечер прошел в детской музыкальной школе. Долгожданные свидетельства об окончании учебного заведения получили 55 ребят. Подробности о празднике в нашем следующем сюжете. Наши дети с достоинством прошли все испытания. Возможно, первые в своей жизни такие серьезные испытания. И сегодня мы торжественно приветствуем в этом зале выпускников детской музыкальной школы города Латкарина 2018. Бурные аплодисменты, фанфары и улыбки. Сегодня в концертном зале детской музыкальной школы приятное событие. Вручение свидетельств об окончании образовательного учреждения. С первых минут мероприятия со сцены звучат только теплые пожелания выпускникам. Вы научились играть на инструменте. Это прекрасно. Во-вторых, вы стали образованными музыкантами. И в-третьих, вы один больше, другой меньше, но полюбили музыку. И музыка будет рядом с вами всю оставшуюся жизнь. И я вас уверяю, она будет с вами в радости и помогать вам веселиться и радоваться. Она с вами будет и в печалях, и в тревогах, которые, хотим мы этого или не хотим, но всегда в нашей жизни есть. И тогда вы обратитесь к музыке, и она вам поможет пережить ту печаль или те огорчения, которые у вас есть. На славу и поздравления в этот вечер звучали не только в адрес ребят, а еще и учителей. От лица всех выпускников я хочу сказать вам спасибо за то, что вы для нас сделали. Именно вы обучили нас всему, что мы теперь знаем. И за это я хочу подарить вам цветы всего мира. Цветы и улыбки – это, пожалуй, главные подарки, ведь положительные воспоминания останутся в памяти на всю жизнь. Церемоническое вручение долгожданных аттестатов провел заместитель главы города Константин Юшковский. Диплом, который вы получили, вы будете вспоминать всю жизнь. Будете вспоминать своих педагогов, будьте им благодарны. Замечательно, что вы связали свою жизнь с музыкой. Это благородное дело. Поэтому по поручению главы, от себя, от администрации, я вас поздравляю с этим первым этапом, который вы преодолели. Не скромничайте, ставьте перед собой самые высокие цели. Я желаю вам мудрости, чтобы вы выбирали правильные ориентиры, и силы, чтобы вы смогли их достичь. Поздравляю вас! В этом году дипломы об окончании образовательного учреждения получили 55 ребят. Из них 12 выпускников закончили школу с красным дипломом. Были трудности, какие-то испытания, как говорили уже. Но в целом это было все очень интересно и познавательно. Я узнала много нового. Я уже заранее знала, что у меня будет именно красный диплом, что я закончу именно так. Я поставила себе цель, что я должна так закончить, и я так закончила. Я очень была рада, меня просто переполняло вот это вот чувство. Я даже не знаю, как описать. То есть, ну вот, ну вот, ну наконец-то, вот плод моих трудов. 8 лет, 8 лет я трудилась. Трудились мы все, все ребята молодцы. После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт. Подготовленный выпускниками, родителями и педагогами. Финальный аккорд – прощальная песня. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Откари». Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Откари». Уроки музыки от маэстро. Известный певец и композитор Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников Латкаринской музыкальной школы. Народный артист пообщался с ребятами и поделился секретами успеха. В детской музыкальной школе необычный урок. Его ведет народный артист России Дмитрий Маликов. В рамках моего большого просветительского уже многолетнего проекта творческих встреч с детьми, кто занимается музыкой, я приехал в гости именно к вам. Уроки музыки. Так называется социально-образовательный проект певца. Созданный еще в 2012 году для поддержки детского музыкального образования. Строгий и требовательный учитель для детей и одновременно добрый и веселый для присутствующих в зале. Он рассказал о своем детстве, о занятиях музыкой и как порой ему совсем не хотелось быть примерным учеником. Но папа очень серьезно всегда меня заставлял заниматься классической музыкой. Ремнем мне угрожал, клал ремень на пианино, прежде чем уехать на гастроли. Мне очень не нравилось, что ремень там лежит. Он только уехал, я тут же ремень скидывал. Потом так продолжалось второй раз, третий раз, до тех пор, пока уже ему нечем было брюки подпоясывать. Теперь, когда детство уже позади, народный артист сам является наставником юных музыкантов. В непринужденной атмосфере он делится с публикой любимыми музыкальными произведениями. Воспитанники музыкальной школы также подготовили для артиста творческие номера. Ученики играли на флейте, исполняли мазурку на балалайке и сыграли композицию Баха «Времена года». Мне вообще очень понравилась музыкальная школа, в первую очередь. То есть она как-то, знаете, я всегда пришел к себе как к себе домой. То есть очень радушно, очень тепло звучат музыки, классические звуки. Педагоги. Такая творческая атмосфера. Вот это самое главное. Мне кажется, дорого стоит это. Мастер-класс длился порядка двух часов. За это время ребята успели узнать о жизни артиста. Порядка 130 городов с программы «Уроки музыки» объездил Дмитрий Маликов. Но везде и всегда советуют подрастающему поколению только одно. Как можно больше трудиться. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно очень-очень много работать. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. Не было и нет. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Эткари». Наш телеканал подготовил документальный фильм о городе Латкарина. Городообразующие предприятия и крупные компании. Фундамент муниципалитета и его гордость. Латкарина – компактный город с многовековой историей. Красивейшая природа и уникальные градообразующие предприятия. Именно к нам в советское время на строительство крупнейших заводов съехались лучшие умы страны. Благодаря самоотверженному труду и невероятной самоотдаче на территории города было построено пять оборонных предприятий. ЛЗОС, НИЦЦАМ, ТМКБ «Союз», Латкаринский машиностроительный завод, Научно-исследовательский институт приборов. А благодаря смелости, труду и преданности своему делу уже не одно десятилетие на территории города функционируют такие крупные организации, как строительная компания «Старатели», конно-спортивный комплекс «Созидатель», группа компаний «Дипос» и «Лифтремонт», Латкаринский мясоперерабатывающий завод. Начал свою деятельность Центр по хранению и обработке данных «Авантаж». Гордость Латкарина. Часть первая. Латкаринский завод оптического стекла является уникальным многопрофильным предприятием оптической промышленности. Входит число заводов, обеспечивающих оборонноспособность страны. Предприятие достигло мирового уровня качества выпускаемой продукции и в настоящее время считается признанным лидером в производстве оптических материалов для различных областей науки и техники в Российской Федерации. ЛЗОС имеет мощный научно-технический центр по разработке новых видов продукции и технологий. Предприятие осуществляет работу по трем основным направлениям. Производство оптических материалов, включая варку стекла, изготовление заготовок и волоконно-оптических элементов. Обработка заготовок и производство готовых оптических изделий, как крупногабаритной оптики, включая объективы и зеркала наземного и космического базирования для астрономических целей, так и оптических компонентов различного назначения. Производство оптико-механических и оптико-электронных приборов различного назначения, массового использования или же специализированного по согласованию с заказчиком. В годы Великой Отечественной войны именно на этом предприятии были изготовлены зеркала для военных прожекторов, которые в решающий момент при штурме Берлина осветили столицу Германии. При ярком свете 140 установок советские войска начали решающее наступление, в ходе которого немецкие войска безоговорочно капитулировали. Сегодня ЛЗОС по праву является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению приборов дневного и ночного видения, обеспечивающих систему обзора в объектах бронетанковой техники, крупногабаритных объективов авиационного и космического базирования и астрономических зеркал. ЛЗОС имеет все технологии для полного цикла изготовления оптических приборов. Завод выпускает более 60 типов наблюдательных приборов и умеет варить более 200 различных видов стекол. Самый уникальный вид светал. Стеклокристаллический материал со сверхнизким коэффициентом теплового расширения. Идеальный материал для астрономических зеркал. Именно космические объективы завода помогают нашим военным бороться с терроризмом в Сирии, безошибочно определяя логово бандитов. А огромные астрономические зеркала установлены на всех континентах земного шара. На заводе завершилась модернизация монолитного 6-метрового зеркала из астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. Специалисты Лынкаринского завода почти в три раза увеличили угловое расширение зеркала и повысили его силу. Проведенные работы позволят телескопу войти в десятку ведущих телескопов мира по светоотражающим оптическим характеристикам. Также на заводе открыли астрономическую обсерваторию. Теперь школьники и студенты с помощью установленного здесь телескопа смогут осуществлять поиски астероидов и наблюдать за планетами. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Головная научная организация российского авиадвигателестроения. Единственная в стране научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации. Созданный в 1930 году институт успешно сочетает фундаментальные научные исследования с практикой участия в разработке с отечественными фирмами перспективных авиационных двигателей, их узлов и систем. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах. В ЦАМ ведутся работы по созданию опережающего научно-технического задела для авиационных, морских, стационарных двигателей. Инженеры занимаются разработкой новых горюче-смазочных материалов, проводятся исследования по возобновляемым источникам энергии, в том числе водородной энергетики. Ведутся уникальные высотные и климатические испытания авиационных и аэрокосмических двигателей. Высота, скорость, температура, влажность и многие другие виды испытаний натурных двигателей, их узлов и систем можно проводить на стендах ЦАМ, институт крупнейший в Европе. Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» уникальный производственно-конструкторский центр по разработке и выпуску прямоточных воздушно-реактивных двигателей и жидкостных ракетных двигателей «Малой тяги». На предприятии обеспечен замкнутый цикл разработки двигательных установок для космических аппаратов. «Союз» образован в 1964 году. Первая специализация предприятия – создание жидкостных ракетных двигателей, в том числе двигателей «Малой тяги» и на их основе двигательных установок для космических аппаратов. Одним из первых двигателей, созданных коллективом, был двигатель R-201-300 для сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты X-22 «Буря». Двигатель для корабельного комплекса «Москит» – семейство сверхзвуковых крылатых ракет класса «Воздух-поверхность X-300». Гиперзвуковая экспериментально летающая лаборатория ГЭЛА. Именно эти разработки «Союза» не имеют аналога в мире. Благодаря своим высоким энергетическим характеристикам и широкому диапазону работы. Сегодня «Союз» входит в состав корпорации тактическое ракетное вооружение, что обеспечивает устойчивость его деятельности и создает широкие возможности для дальнейшего развития предприятия. Латкаринский машиностроительный завод. Основным видом деятельности предприятия является разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей. Производство и ремонт узлов вертолетной техники. Выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. Уфимское моторостроительное производственное объединение является головным разработчиком и производителем двигателей для истребителей поколения 4++, Су-35 и Су-35С, а также перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Т-50. Наряду с авиационными двигателями объединение выпускает широкий ассортимент продукции в области газотурбинной энергетики и продолжает освоение перспективных авиационных изделий с локализацией производства на собственных площадках, а также узлов авиационной техники в рамках кооперации с российскими и зарубежными производителями. Продукция предприятия востребована на мировом рынке. Вопросами международной кооперации уделяется первостепенное значение. Объединение активно поддерживает зарубежных партнеров, организует лицензионные производства двигателей, обеспечивает их ремонт и обучает специалистов из различных стран. Научно-исследовательский институт приборов – основная организация страны по вопросам радиационной стойкости, элементной базы радиоэлектронных приборов и радиоматериалов, радиационным испытанием комплектующих элементов и материалов электротехнического оборудования, атомных электростанций и ядерно-энергетических установок. В основные направления деятельности предприятия входят проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области радиационной стойкости, изделий, электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, проведение испытаний по определению радиационной стойкости, разработка методических основ радиационных исследований, эксплуатация объектов, использующих ядерную энергию, ядерные материалы, радиоактивные вещества, в том числе исследовательских реакторов, ускорителей заряженных частиц, рентгеновских аппаратов, хранилищ ядерных материалов и другого оборудования экспериментальной базы. Строительная компания «Старатели» вот уже 25 лет на российском рынке с успехом производит и продает сухие строительные смеси. Компания из маленького цеха по производству шпаклевки превратилась в предприятие федерального масштаба. День за днем, год за годом старатели планомерно развивались и покоряли все новые и новые вершины. Сегодня компания – это один из лидеров рынка по производству сухих строительных смесей в России. Она включена в реестр крупнейших налогоплательщиков Московской области. За долгие годы планомерной работы созданы качественные, надежные и проверенные материалы для ремонта, которые с успехом конкурируют с европейскими брендами. Компания первая в нашей стране предложила передовые технологии механизированной отделки помещений, что позволило существенно сэкономить время и деньги на строительных объектах. За 25 лет произведено свыше 5,5 миллионов тонн продукции, создано более тысячи рабочих мест, открыты производственные площадки в Московской области и пяти региональных филиалов. Построено несколько высокотехнологичных автоматизированных линий, создана научно-исследовательская лаборатория для разработки инновационных продуктов и отдел контроля качества. Конно-спортивный комплекс «Созидатель» был основан более 25 лет назад в живописном пригороде нашего Латкарина. Комплекс расположен на 8 гектарах земли, на территории размещены три конюшни, в общей сложности на 100 голов лошадей. Два крытых манежда с отоплением и еврогрунтом, два больших открытых плаца, летние денники и большое количество леват. Ухоженная освещенная территория, комфортная и уютная атмосфера для тренировок и приятного отдыха. «Созидатель» объединяет в себе несколько направлений. На базе комплекса функционирует Федерация конного спорта Московской области, Международная федерация конно-спортивной джигитовки, Всероссийская федерация конно-спортивной джигитовки и тент-пегинга. Российская ассоциация американских миниатюрных лошадей. Клуб ежегодно проводит на своей территории региональные соревнования по конкуру и выиске, чемпионаты России и мира по джигитовке, международные соревнования по тент-пегингу, мастер-классы по джигитовке и тент-пегингу, чемпионаты России среди американских миниатюрных лошадей, семинары по правилам показа и выступлений миниатюрных лошадей на шоу, чемпионатах и многое другое. Двери комплекса всегда открыты для латкаринцев, для юных горожан проводятся экскурсии и мастер-классы. Любой желающий может покататься верхом на породистых скокунах. Сегодня КСК «Созидатель» имеет всю необходимую инфраструктуру для развития различных направлений конного спорта, профессиональных тренировок для спортсменов и занятий верховой ездой. В настоящее время «Созидатель» активно развивается, ведет дальнейшее строительство комплекса и работу по развитию разных направлений конного спорта. Все эти градообразующие предприятия и крупная организация «Латкаринская гордость» именно благодаря самоотверженному труду наших земляков. Светлое имя нашего города Латкарина широко известно не только в России, но и за ее пределами. Телеканал «Латкари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими новостями, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkalinodifestv.ru Смотрите нас на телеканале «Мир 24» каждый понедельник, среду и субботу в 16.00 и в 22.00. Судьба Артема Колесникова. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok